Приветствую вас! Правда заключается в том, что мир это то, что относится конкретному человеку. То есть мир вы можете обеспечить, например, только для себя, допустим. Мир вы можете обеспечить только для кого-то, с кем вы готовы идти на уступки. Но когда на уступки нужно идти прямо в противоположные стороны, то тут уже дело совсем не в мире, тут уже дело в выборе. И тут необходимо признать, что будут победители, а будут проигравшие. Кому-то придется смириться с тем, что реальность такова. Кто это будет? Как правило, тот, кто в любом случае, так или иначе, останется с вами. И это, конечно же, ваша мама. Именно маме нужно будет смириться с тем, что будет не по ее. И именно маме вам нужно перестать хотеть угодить. И именно молодого человека, особенно если вы с ним согласны, вам нужно поддержать. Потому что молодой человек, в отличие от вашей мамы и вас, из вашего ребенка мужчин сделать сможет. А вот вы и ваша мама, из ребенка, если это, как я правильно понял, мальчик, если я правильно понял, это мальчик, вы не сможете его воспитать как мужчину. Ну просто потому что, просто потому что вы женщина. Именно потому что вы женщина, воспитать из него мужчину вы, к сожалению, не сможете. Хочется вам этого или нет? Не сможете, к сожалению. Вот, по сути, и вся история. Но важно другое. Важно то, почему вы хотите мира для всех. Складывается такое ощущение, складывается такое чувство, что мир вам нужен для себя. Что именно вы чувствуете себя, скажем так, плохо, если мира нет. Именно вы чувствуете себя негативно, если происходит ссора. А это значит, что, как правильно указала вам моя коллега, у вас, возможно, нет собственной четкой позиции по вопросам, касающимся вас. Какие-то вопросы сказать, конечно, сложно. Вопрос воспитания детей, своя собственная позиция, безопасность, комфорт и так далее. То есть тут, конечно, нужно исследовать. Тут, конечно, нужно смотреть, как, что и почему происходит. Мама. Почему-то мне кажется, что ваша мама не хотела, не хотела, чтобы изначально у вас кто-то появился. Почему-то мне кажется, что ваша мама представляет свои цели. Ссорясь с вашим молодым человеком, между прочим, делая тем самым вас несчастной. Стремясь воспитывать вашего сына, хотя она всего лишь бабушка и уж точно не отец ему. Вот. И, возможно, она же спровоцировала предыдущий развод отношений с вашим мужчиной. Ну, тот, который отец ребенка. Необходимо понять, что в отличие от мамы, которая преследует свои цели, Ваш мужчина преследует цель помочь ребенку, между прочим, вашему ребенку. Между прочим, помочь вашему ребенку стать кем-то в этой жизни. Между прочим, помочь вашему ребенку стать мужчиной. Что, в общем и целом, весьма и весьма благородно, а самое главное, полезно для ребенка. Именно, повторюсь, для ребенка. Вот. А что делает мама? Что делает мама? Что делает мама? А мама? Мама преследует свою цель. И разве ее цель, ее благополучие является более важным, чем благополучие и цель ребенка? Вот, мне кажется, вам предстоит ответить на этот вопрос. Как предстоит вам ответить и на вопрос о том, что именно вы чувствуете, когда они ссорятся? Понимаете, ваша мама в любом случае никуда не уйдет. Понимаете, ваша мама в любом случае будет с вами. А вот останется ли с вами мужчина? Большой вопрос. Лично мне кажется, что можете не остаться. А как думаете вы? Я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Конечно, я понимаю, что неприятно, но именно вам нужно сделать выбор. Именно вам нужно принять решение. Именно вам нужно ориентироваться на свои желания. Если вы считаете, что ваша мама права, нужно сделать шаг к ней, возможно, ценой отношений. Если вы считаете, что прав мужчина, делайте шаг к нему даже ценой отдаления от мамы, которая отдалится, 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 но по итогу все равно останется с вами. Так или иначе. На мой взгляд, именно это и является ответом. Обращаю ваше внимание на то, что вам хочется мира. Что это значит? Ну, что значит, что вам хочется мира? Это значит, что без него, без мира вы чувствуете себя неуютно. Некомфортно, не в безопасности, ну и так далее, так далее. Из этого логично вытекает, что если вы не чувствуете себя в безопасности, то это значит, что у вас не простроены личные границы, потому что безопасность человека, это именно наличие у него личных границ. Границ личной ответственности в том числе. Личные границы это правила. Личные границы это личная ответственность и личные правила. Ответственность за что отвечаю я, за что отвечает другой человек. А правила это готовые решения по поводу тех или иных ситуаций, тех или иных условий, тех или иных задач. То есть, когда, грубо говоря, возникает какая-то история, когда возникает какая-то задача. Например, вот как у вас произошло с, значит, мамой. Должно было быть правило, согласно которому вы бы знали, как себя вести. Но этого правила нет у вас по какой-то причине. Вот и стоит подумать о том, чтобы эти правила были. И тогда, вероятно, проблем у вас станет меньше. А самое главное, на наличие или отследствие мира вам, в принципе, будет все равно. Такая вот история. Не хотелось бы вас к чему-то принуждать, не хотелось бы вас, не хотелось бы вам что-то конкретное рекомендовать. Я думаю, вы сами примете решение. Скажу только, что пока что получается, что ваше желание мира приносит в жертву всех. И мать, которая, наверное, имеет основания думать, что вы можете с ней согласиться. И ваш молодой человек, который считает, что его, ну, девушка, жена, должна принимать его позицию, раз уж она его выбрала. И раз уж так получилось, что ребенок одного пола с мужчиной. Понимаете, какая история. Подумайте, что из-за того, что вам хочется мира, хочется, чтобы все были довольны, страдают как минимум три близких человека. Потому что ребенок тоже страдает из-за этой истории. А мира вы никогда не достигнете. Потому что довольны все не будут. Почему? Потому что у всех разные цели. И если у кого-то цель направлена на одно, то у кого-то направлена на другое. Это не плохо и не хорошо. Это просто есть. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет для вас. Возможно, вы боитесь осуждения. Возможно, вы боитесь гнева. Возможно, вы вообще боитесь конфликтов. И когда происходит конфликт, вам хочется, например, убежать. Я же не знаю. Мы же вас не знаем. Но если это так. Если это так. Если ситуация действительно такова, что вы боитесь конфликтов. Например. То, на мой взгляд, стоит бы работать именно с тем, почему вы боитесь конфликтов. И сделать так, чтобы бояться их вы перестали. Научиться вести себя в конфликтах. Освоить соответствующие навыки. И все. И проблем, на мой взгляд, тогда не будет. Вопрос в том, захотите ли вы это делать. Вот. Итак. Поймите. Поймите свою маму. Каким у нее цели. Чего она добивается. К чему она стремится. В чем ее выгода. Поймите своего молодого человека. Чего хочет молодой человек. В чем выгода его. И после этого сделайте выбор, чья точка зрения вам ближе. И помните, что второй в любом случае останет недоволен. Только мама не уйдет, молодой человек уйти может. Вот то, что я рекомендую вам не забывать. Никогда. При стремлении к миру. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Небольшой такой подскриптум. Будьте честны. То есть, сделав свой выбор, скажите об этом и маме, и молодому человеку. Чтобы не было недоговоренностей. После, просто отстаивайте свою позицию. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.